Хочется рассказать о подсидельном штыре. Это пневматический подсидельный штырь. Вот здесь есть тросик, которым ты при нажатии монетки на руле открываешь или закрываешь клапан, который, соответственно, вдвигает штырь. Вот так выглядит монетка. Сейчас я попробую нажать. Когда ты на нее нажимаешь на монетку, то он отпускается. Для того, чтобы поднять, нужно просто нажать монетку, и он сам поднимается. Соответственно, с учетом того, что вот эта часть, которая ставится в саму подсидельную трубу, а на разной длины, вот эта часть фиксированной длины, вы, соответственно, довольно широкий диапазон, имеете регулировок по высоте. Недостаток данного подсидельного штыря, это КС-овская версия. А в том, что вот здесь этот тросик, вот здесь уже, видите, колхоз сделан. Потому что вот без этой направляющей, когда вы тросиком пользуетесь, он вот так выскальзывал, и все. То есть у вас штырь либо не опускался, либо не поднимался. Вот. Для чего вообще нужен такой подсидельный штырь? Поэтому здесь вот колхоз есть. Есть еще, кстати, штыри, у которых проводка внутри. То есть у них вот здесь в раме есть отверстие, и выводится тросик, и, соответственно, сам подсидельный штырь, пневматика, находится вот здесь внутри, чтобы регулировать без дополнительных тросов. Это удобнее. Но те троса, во-первых, требуют специальных рам, те такие подсидельные штыри с внутренней проводкой. Во-вторых, они дороже. Этот один из самых бюджетных вариантов в целом. Там за 5 тысяч сейчас можно такой подсидельный штырь купить. Но не именно такой, похоже. Для чего они нужны? Вот представьте, вы едете, они вообще нужны для спортсменов. То есть вы едете, куда-нибудь вкручиваете, вам нужно, чтобы нога правильно распрямлялась, едете, едете, а тут внезапно горка. Вы как бы, когда сидите, именно когда сидите, давите. Опа! И опустились. Вот так. Вот так. На максимально низко, там сколько сантиметров, 20-15, убрали в зависимости от штыря. Въехали с горки, не упали, все хорошо. А тут вам нужно вкручивать в горку. Вы просто пристаете, нажимаете и топите вверх. То есть, если вы катаетесь с большими перепадами высот, вот эта вот вещь практически незаменима. Просто для катания в парке она нахрен не нужна. Вот. Но вещь клевая, удобная. Вдруг вы не знали, что существует такая. Ну вот еще кс-овская версия. Обратите внимание, у нее есть небольшой люфт. Вот. И это люфт именно верхней трубы, относительно нижней. То есть, здесь вот все хорошо. Если мы посмотрим, видно, что нижняя труба люфтит вот здесь. Ну, это особенность дешевого, относительно дешевого штыря. Ну, как бы немножечко раздражает, ничего с этим сделать нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok